Привет! Надеюсь, вы соскучились по крутым урокам, потому что сегодня вас ждет действительно суперполезная обучалка как для пользователей фотошопа, так и для пользователей After Effects. Уже знакомый вам фотохудожник Кирилл Сметанин. Видео о нем вы можете найти по всплывающей подсказке. Расскажет на примере собственной работы, как собрать стильный калаш в фотошопе, а также анимировать его в After Effects. Заранее приглашаю подписаться вас на канал Кирилла. Ссылка в описании, а также на мой канал, если вы по какой-то причине еще этого не сделали. Перед началом практики небольшая теоретическая вводная. Я задам Кириллу несколько вопросов по теме урока. Он раскроет их для вас. Итак, Кирилл, привет! Привет, иной Фигур. Про фотоколлажирование, как отдельное направление в искусстве. Мы говорили об этом на нашем прошлом уроке, который был посвящен именно этой теме. Получается, что в этом уроке мы углубляемся и расширяем сферу применения коллажей. Расскажи, где подобные анимации вообще можно применять? Самое очевидное это кино. Анимирование фотографий это один из основных приемов кино, насколько мне известно. Например, матпейтинг. Часто фотографируется и пейзаж панорамой, а затем забивает поверх футажами в конкретных участках и выходит в живой фон. Я и сам такой способ использовал в своих видеоработах про переход. Первый мой переход на 95% состоит именно из анимации такого плана. Долго ли ты учился этому? Я знаю, что ты часто применяешь After Effects в своих работах. Может ли он стать дополнительным инструментом, например, к фотошопу, да, для создания полноценных творческих работ? Время летит быстро, мне тяжело в нем ориентироваться. Я занимался автором периодически, на первом курсе пару месяцев, пару месяцев на пятом. После универа я устроился на работу, где автор – основная программа для работы. Но поскольку я имел достаточный опыт работы в фотошопе, автор дался мне легко. В связке с фотошопом это сильно, потому рекомендую использовать After Effects, изучить его основы, чтобы делать свои работы более атмосферными за счет движения или вовсе делать кинцо. Явный пример разживления фотографий – это анимация старых произведений искусств, например, работы Ван Гога, о которых ты знаешь. Спасибо за ответ, я передаю тебе слово. Мы переходим к практической части. В этот раз я покажу, как с нуля создать эффект стекла и воды внутри, наполнить содержимым и анимировать полученный коллаж. Если обратить внимание на структуру слоев, можно увидеть отдельно фон и крышки колбы. Это изначальный рендер колбы, где стеклянную часть я убрал, чтобы сделать с нуля, без применения 3D. Также имеется отключенный слой с крышками, чтобы вызывать их выделение. Все файлы для работы будут в описании. Также будет PSD-файл моего изначального коллажа такого плана, в небольшом разрешении, чтобы глянуть на структуру проекта, может чего узнаете полезного. И начинаем мы наше действие с того, что нам нужно создать объем стекла, чтобы ощущалась форма прозрачного цилиндра. В этом нам поможет мои любимые кривые. Создаем. Именуем. Сразу же заносим в отдельную папку. Обзовем капсулой. Теперь настраиваем нашу кривую, подняв точку черного, поскольку наш фон черный. И видим действие на всю картинку. Нам это не нужно и потому создадим форму колбы. Делаем выделение такого плана. Теперь, чтобы в будущем не делать десятки одинаковых масок, мы применим эту маску для папки. Выделяем папку, затем по иконке маски слоя. Стало лучше. Усиливаем яркость при необходимости. Видим действие на крышках. Удалим, вызвав выделение колбы с удержанным контролом по миниатюре. Возвращаемся к маске папки. Убеждаемся, что стоит фоновый цвет черный. И жмем delete. Действие ушло. Наш объем всегда целая структура. А значит, создаем копию нашей кривой. Задаем новые, более сильные настройки. Видим артефакты в маске. Поправим их белой кистью. Вторая кривая готова. Инвертируем маску, чтобы убрать действие со всей колбы. И мягко кистью белого цвета проведем таким образом. И форма цилиндра становится более явной. Если штрих кажется вам очень грубым, кликаем по маске слоя и указываем растушевку побольше. Так гораздо лучше. Создаем еще одну копию кривой. Выделяем всю маску и приводим к состоянию по умолчанию. К белой. Усиливаем еще больше яркость. Затем инвертируем маску и нарисуем мягкой кистью такие штрихи. Свечение из верхней крышки и нижней. И чувствуется прибавка объема в силу разности яркости. Также сделаем штрихи по контуру. Выходит сильная растушевка, потому уберем ее и проводим вновь кистью средней прозрачности. Вышла такая светотень, которая позволила нам подчеркнуть объем формы. Поскольку наш объем состоит из трех слоев, которые дополняют друг друга, мы можем гибко настраивать его, регулируя прозрачность каждой из кривой. И это был первый фактор нашего стекла – объем. Второй фактор – текстура. Наша колба слишком идеальна, потому покроем ее текстурами. Я беру рандомную текстуру царапин или пыли из интернета, копирую и вставляю. Перемещаем текстуру. Убираем с помощью штампа надпись. Продлим нашу текстуру, образовав такое выделение и нажав Shift F5. Во вкладке содержимое убедитесь, что стоит с учетом содержимого. И теперь наше выделение заполнится текстурой на основе пыли. Видим повтор текстуры, но это не критично, поскольку будут еще текстуры. Переименуем слой, вложив в папку текстура. Ставим режим наложения экран, останутся только светлые участки. При необходимости с помощью уровней усилим контраст. Можно сделать дупликат пыли, отразив его по вертикали и горизонтали. И уменьшить прозрачность. Пыли стало больше. Наша колба сразу преобразилась. Фототекстуры всегда добавляют реализма, потому добавим отдельно снятые для этой серии текстуры. Есть стакан с водой, пузырьками и прикольными бликами. Выделяем нужный участок и переносим на наш калаш. Трансформируем по форме. Сальтом переносим якорную точку и относительно нее вращаем. И сместим. Обесцветим нашу текстуру. И поставим режим наложения на экран. И уровнями усилим контраст, чтобы дымка была слабее. Вышло прикольно. Имеются и царапины, и блики, и капельки. Также регулируем силу текстур с помощью прозрачности. Обратите внимание, контур стекла слишком резкий, потому перейдем к маске папки и растушуем немного. Добавим еще одну текстуру. Также подгоняем по форме. Обесцвечиваем. Режим наложения экран. Вновь уровнями усиливаем контраст. Видим настояние бликов. Уберем один из них со слоя с пузырьками. С помощью маски. Применим маску и растянем текстурку. Также убавляем прозрачность по вкусу. Третий фактор. Цвет наполнения. Создаю корректур еще свой градиент. И размещаем ниже папки с объемом. Возвращаемся к настройкам градиента. Ставим стиль. Отраженный. Угол 0 градусов. И масштаб уменьшаем. Видим темную линию и светлый по бокам. Нам нужен обратный эффект. Потому инвертируем. Масштаб 20% хорошо. Далее настраиваем цвет. Например оранжевый. В точке черного делаем цвет более темный. У нас вышел градиент цветов. Что дает дополнительный объем. Чем просто один цвет. Цвет будет по-разному работать. В зависимости от положения слоя. Нам же нужно расположить цвет ниже остальных факторов. И поставить режим наложения цвет. Видим слабовато тусклый цвет. Поскольку наш фон черный. Чтобы его усилить. Нам нужно подложить яркий цвет. Неважно какой. Создадим корректирующий слой. Цвет. И выберу красный. И ставим ниже градиента. Если же цвет кажется слишком сильным. Просто убавляем прозрачность красного. Также можно выставить другие настройки прозрачности. Слоев с объемом. Поскольку они также влияют на отображение цвета. Таким образом градиент у нас определяет цвет. Слой ниже усилитель цвета. А зато он будет отвечать дополнительный слой. С тоном и насыщенностью. В режиме наложения тон. Также присваиваем обтравочную маску. Удерживая alt. И клик меж слоев. Далее определяемся с цветом который вы хотите. Таким образом у нас имеются три фактора. Которые дают эффект нашего стекла. Теперь содержимое. Чтобы не занимать кучу времени. Я покажу нюансы. Только на примере человека. Переносим. Подгоняем. Именуем и вносим в папку содержимое. Результат содержимого зависит от положения в слоях. Если мы уберем содержимое ниже всех факторов. У нас выйдет грязь. Как с цветом. Так и с яркостью. Если выше цвета. То останется заплет с яркостью. Что будет жутко неудобным для работы с содержимым. Потому положение между объемом и текстурой лучший вариант. Нет влияния на цвет и яркость. Но зато содержимое будет находиться за текстурой. Что будет явно показывать. Что наш объект находится внутри стекла. Теперь можно работать с человеком. Создаем новый слой. И с выбранной кистью. И удержанным альтом. Берем образец цвета стекла. И кисточкой прозрачностью процентов 20. Делаем такие тычки. Не забываем привязать слой тона. Обтравочная маска к человеку. Также можно поставить режим наложения экран. Стало чуть более гармонично. Доработаем места. Где есть явно черный участок. Далее наш человек слишком резкий для объекта. Который находится в воде. Потому что сделаем его копию. И перенесем выше. После размоем с помощью размытия по гауссу. И режим наложения мягкий свет. Можно обратить внимание на легкое размытие. Которое дает нам реализма побольше. Также это размытие можно высветлить. Выходит мягкий контраст. Который скошен на контраст объекта под водой. Можно доработать объем. Создадим новую кривую. Слегка поднимем. Затем копию. И увеличим яркость. Затем инвертируя маску. Проявим действие кривой только за человеком. Тем самым человек станет выделяться более явно. Примерно так. Последняя манипуляция. Выведем все наши слои на один общий. Нам нужен участок с содержимым. Потому возьмем выделение с маски общей папки. Вернемся на верхний слой. И создадим маску. После применим ее. Вышло содержимое на отдельном слое. Теперь выделив его. Размоем. И перенесем размытие под папку с текстурой. Маску инвертируем. И начинаем проявлять размытие в тех местах где нужно. Например чем дальше от камеры тем сильнее. Дело тестов. Также проявим размытие по бокам колбы. Чуть не забыл на исходном рендере у нас виднеется дно нижней крышки. Чтобы его вернуть просто вырежем с рендера этот участок. Перенесем наверх. И обесцветим. Режим наложения жесткий цвет. Затем уровнями корректируем. Вот так. Результат зависит от всех факторов. Объема, текстур, цвета и наполнения. Чем больше наполнения тем шире поле для экспериментов. Для урока я остановился на таком результате. Насыщенность цвета я уменьшил. А то слишком бросалось в глаза. Теперь структура проекта. Для фотоколлажа наша структура слоев идеальна. Однако если мы хотим задать анимацию для него. Нам нужно оптимизировать проект. Поскольку в автор эффекте отображение проекта может быть совсем иным. Для этого нам нужно склеить друг с другом максимально большое количество слоев. Начинаем с того, что удаляем ненужные слои. Затем применяем все маски слоя на некорректирующих слоях. То есть на слоях с изображениями. Этот слой не нужен. Текстуры. Видно, что все эти текстуры имеют одинаковый режим наложения. Поэтому смело объединяем их. Если вы выделите сразу три слоя и объедините. То режим наложения сбросится на нормальный. Если этого не хотите, объединяйте постепенно. Готово. Разницы в результате нет. Далее обтравочные слои объединяем с главным слоем. С человеком в данном случае. Высший слой с размытием. Который дает нам контраст объекта в воде. Имеет отличительный режим наложения. Потому этот слой не склеиваем. Иначе выскочат темные артефакты. Все корректирующие слои с объемом и цветом нам нужно объединить. Но чтобы это сделалось корректно, нам нужен фоновый слой. Если перенести изначальный фон в папку, ниже всех факторов, то наш фон исчезнет. Потому нам нужно сделать дупликат и перенести его. Затем, выделив все слои, отвечающие за объем и цвет, объединить с фоном. И вновь не видим изменений в отображении. Мы склеили наши слои. Теперь вытащим их из главной папки вне. И видим изменения. Примерно так бы выглядел проект в After Effects, если мы не оптимизируем его. Теперь наша задача перенести маску слоя с папки на все оставшиеся слои. Кликаем с контролом по маске. Выделяем слой объем. Создаем маску. И так скажем слоем. Удаляем папку. А затем применяем все маски слоя. Теперь наши составные части находятся на своих слоях. Также важный момент. Прежде чем сохранять проект, уменьшаем размер файла под размер для видео версии. В нашем случае 1920 пикселей по длинной стороне. Затем сохраняем проект под цифрой 2, который будет анимироваться. Теперь откроем наш PSD в After Effects. В окне проекта двойным кликом нажмем по пустому месту. Выбираем наш файл. Выскакивает окно с параметрами открытия. По умолчанию стоит футаж. В этом случае наш проект откроется одной общей картинкой, с которой невозможно работать. Потому берем другие настройки. Если взять композиция, то проект откроется по слоям. Однако каждый слой будет иметь сетку трансформации в размере с композицией. А это очень неудобно для изменения положения, вращения и так далее. Поэтому последний вариант лучше для нас. Выбираем его. Итак, первый и самый простой прием анимации задать изменение движения, вращения или размера слоя. У нас есть слой с человеком, а также размытие для него. Потому это размытие надо привязать к человеку, чтобы его положение и размер менялись вместе с ним. Потому берем лассо, размытие и перетягиваем на слой с человеком. Теперь зададим движение человеку. Все параметры слоя содержатся в стрелочке слоя. Если на слое имеются эффекты, тут будет дополнительная вкладка. Вкладка трансформация содержит в себе положение якорной точки, позицию, размер, вращение и прозрачность. Каждый параметр имеет свою горящую клавишу. Нам нужна позиция, поэтому горящей клавишей P мы вызываем только параметр позиции. Рядом с именем параметра стоят часы, которые задают режим анимации. Кликнув по ним, автоматически в точке на таймлайне ставится ключ с заданными значениями. Продвинув время на пару секунд вперед, мы задаем новое положение человека. И при его изменении, новый ключ ставится автоматически. Теперь мы видим движение. Нам нужно зациклить анимацию. Для этого значение положения в начале анимации должно быть равно значению положения в конце. Для этого мы копируем первый ключ и вставляем через 2 секунды после второго ключа. Поскольку между каждым ключом у нас 2 секунды, что обеспечивает равномерную скорость движения человека. Наше движение не выглядит реалистичным в силу интерполяции ключей. Выделив все ключи, кликнем по одному из них правой клавишей. Затем сюда, где имеются 3 интерполяции по умолчанию. Интерполяция ключей это то, каким образом будет распределяться скорость анимации. Например, вариант, где первые 1,5 секунды анимации идет медленно, затем последние полсекунды моментально доходит до конца. И наоборот. Режим изи-изи самый популярный, потому выбираем его. Скорость анимации в начале и в конце минимальная, а посередине максимальная, что обеспечивает плавное движение. Наше движение стало более плавным и без рывков. Также мы видим, что наша анимация прекращается, когда ключи заканчиваются. Чтобы не делать кучу копий ключей, используя выражения, кликнув с альтом по часам, появляются новые кнопки, где кнопка за стрелочкой содержит в себе все стандартные выражения. Нас же интересует несколько из них. Первый находится во вкладке Property и называется Loop Out. И он появляется ниже ключей. Суть этого выражения в том, что он начинает заново воспроизводить ключи, когда они заканчиваются. Таким образом мы избавляем себя от кучи ключей на таймлайне. Второй прием – работа с яркостью или цветом. Выбираем слой с нашим цветом. Теперь мы зададим анимацию нашего слоя без ключей. Использовать буду фильтр яркость-контраст, поскольку кривая не имеет чисел, и следовательно выражения на нее не работают. Раскрываем параметры слоя объем, вкладка эффекты и берем параметр яркость. Кому удобно, можно также ключами задавать анимацию, но в нашем случае я хочу сделать мерцание колбы, а это слишком утомительно делать вручную. Тут нам поможет второе выражение в той же вкладке – Property, и называется он Wiggle. Наверное, самое популярное выражение, которое используют видеомейкеры. Суть в том, что он случайным образом меняет значение параметра. Скорость генерации и диапазон значения определяются первыми двумя переменами. Первая отвечает за скорость, с которой будет меняться значение. Чем больше значение, тем быстрее они будут меняться. Чем меньше, тем плавнее. Вторая перемена отвечает за диапазон. У нас по умолчанию стоит яркость 0. Значит, при значении переменной 100, яркость будет находиться в значениях от минус 100 до 100. Мы видим частое мерцание яркости. Разумеется, это меня не устраивает. Потому уменьшим значение скорости на единичку и видим более плавную работу. Можно поставить еще меньше и глянуть. Выходит еще плавнее. Играя с двумя значениями, приходим к тому результату, который нас удовлетворяет. В общем, остановлюсь на таких настройках. Рекомендую часто использовать Vigal, уйма возможностей с ним. В том числе имитация отрязки камеры. И третий прием, самый эффективный и дающий лучшие результаты. Это использование футажей. Поскольку движение перестает быть условным и становится полноценным в видео. Я взял из YouTube такой футаж и на его примере покажу образ работы. Переносим футаж под слой с текстурой, чтобы он был позади царапин пыли. Воспроизводим и видим нестыковку в направлении. Просто перевернем футаж. Затем подгоним размер. Чтобы менять положение якорной точки, есть инструмент. Выбираем его. Ставим привязку и переносим на нижнюю точку. Теперь нам нужно, чтобы футаж работал только в области содержимого. Мы конечно можем вручную нарисовать маску, но ни к чему, поскольку у нас есть слой объем, который имеет форму, которая нам нужна. Делаем дупликат, Ctrl D, переносим копию выше футажа. По умолчанию параметры выглядят так. Чтобы открыть расширенные параметры, кликаем F4 и в этой вкладке выбираем альфа мат. Теперь наш футаж действует только в рамках стекла. Затем режим наложения на экран. Обесцветим наш футаж. Можно усилить яркость с помощью кривой. Далее я обрезаю наш футаж в месте, где эффекта меньше. После горячей клавиши T вызываю параметр прозрачности и за секунду до конца футажа ставлю 100%. В конце футажа 0. Сделаю дупликат футажа и следовательно его маски. И перемещу к моменту, когда прозрачность первого футажа начинает пропадать. Отражу по горизонтали и слегка смещу, чтобы футаж не был явной копией. Можно убавить прозрачность, однако это надо делать в момент, где стоит ключ со 100%, чтобы прозрачность не колебалась туда-сюда. Также тестите с режимами наложения для достижения лучшего результата. После всех манипуляций можно выделить все слои и поместить в отдельную композицию. Затем задать этой композицию анимацию размера. В комплексе выходит так. На этом все. Желаю вам терпения, настроен на всяческие эксперименты с коллажами и их анимацией. А также спасибо Егору за коллаборацию. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok